В окружной столице проходит состязание регионального этапа Всероссийской Олимпиады профмастерства среди студентов СПО. За звание лучшего по профессии соревнуются учащиеся Социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого аграрно-экономического техникума. Олимпиада проводится по пяти направлениям обучения. Одна из них – ветеринария. Один за всех и все за одного, но только не сегодня. Студенты второго курса отделения ветеринарии друг для друга скорее соперники. Они скрупулезно выполняют задания регионального этапа Всероссийской Олимпиады профмастерства. Преподаватель по ветеринарным дисциплинам Анастасия Липунова отмечает, задание Олимпиады требует серьезных знаний и навыков. Она сложнее, чем WorldSkills, мы будем сказать. Почему? Потому что у Олимпиады есть и теория, и практика. На теории они выполняют всю теоретическую часть, то есть они выполняют тесты. Тесты, причем это разного формата. Это и информатика, охрана труда, стандартизация, анатомия, зоогигиена. То есть все эти вопросы созданы в одной. Это 40 вопросов, это достаточно много. Затем они должны выполнить задачу. Задачу уже, которая организация ветеринарного дела. То есть мы должны их уже научить. Это тоже сложно. В WorldSkills этого нет. Затем, когда они это все выполнили, они уже должны провести практическую часть. Практическая часть немножко по-другому выглядит. То есть они должны провести какую-то манипуляцию. На кону звание лучшего по профессии и поездка в Тамбовскую область для участия во всероссийском этапе Олимпиады профессионального мастерства. На всероссийском фоне у нас то же самое. Те же самые 40 вопросов. Те же самые манипуляции с актами, со служебными записками. Но помимо этого там еще и работы больше. То есть если здесь мы в таких условиях сжатых, у нас нет возможности предоставить каждому участнику по-животному. Это не одно животное на всех, а каждому по-участнику. То там, в России, мы можем предоставить каждому участнику животное, на которое можно провести манипуляцию. А манипуляция какая? Это кастрация, то есть это навсегда. Это электронное мечение, это выщипа животных ушей. Это тоже навсегда. То есть, ну, в общем-то, такое производство, что ты сделал, должен не ошибиться. В пятницу подобные испытания в рамках регионального этапа Олимпиады профмастерства пройдут для студентов техникума, обучающихся по специальности пожарная безопасность. Именно тех, кто будет представлять наш регион на заключительном этапе Олимпиады, станут известны в ближайшее время. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.